Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Елена Самойлова. Я приветствую всех добросовестных родителей, которые знают, что на детском радио по вечерам происходит много интересного. В частности, познавательные разговоры со специалистами, которые точно знают, как вырастить наших детей здоровыми и счастливыми. И на этой неделе мы выясняем все о процессе сна. Ведь он очень важен. Без еды человек может прожить до 30 суток, а вот без сна не более 11. И говорим мы с замечательным специалистом, президентом Российского общества сомнологов, профессором, доктором медицинских наук, заслуженным врачом России Романом Бузуновым. Вчера мы остановились на снах. И на том, почему некоторые люди снов не видят. Так почему же они их не видят? Действительно, некоторые люди снов не видят. Но они не то чтобы не видят, они их видят, но не помнят. И это некая особенность мозга. У нас обычно сон таким циклом длится. Первая, вторая стадия, потом глубокий дельта сон. Это, кстати, когда гормоны продуцируются. Потом РЭМ сон, сновидение. И в конце РЭМ сна происходит подбуживание. И обычно, если человек прямо просыпается в конце РЭМ фазы сна, он помнит, что ему в этот момент снилось. И вот таких эпизодов РЭМ сна у нас за ночь может быть 3, 4, 5. И, соответственно, человек достаточно много может запомнить снов. Хотя чаще всего помнят самый последний сон, который уже под утро бывает. А некоторые люди почему-то не просыпаются непосредственно в эту РЭМ фазу сна. А буквально 5 минут последует другой фазы. Первой, второй после этого. И человек уже проснувшись скажет, я не помню, я ничего не видел. И да, эти люди вообще говорят, что не видят снов. Но если человеку сделать специальное исследование по лесомнографию, смотреть прямо в реальном времени, что вот сейчас у него РЭМ фаза сна, то мы его разбудим, и человек скажет, что я видел сон. И расскажет, что. Я, кстати, почему скажу, что такое РЭМ фаза сна. Это Rapid Eye Movements. Быстрые движения глаз. И именно фаза с быстрым движением глаз называется вот фазой сновидения. Почему? Ну, в общем-то, собственно, основная теория говорит, что мозг, ну, грубо говоря, фактически видит вот такие картинки. И глазки просто бегают. Ну, как мы днем смотрим кино какое-нибудь, да, или просто вот живем у окружающих, наблюдаем за собой все, что вокруг. Вот тоже глазки у нас бегают. Так вот во сне, и, кстати, это у детей достаточно часто можно заметить, потому что у них много РЭМ сна. Вот ребеночек спит, у него глазки закрыты, а под закрытыми веками глазки туда-сюда бегают. Вот это он видит сон. Но еще раз скажу... То есть это не повод для беспокойства родителей, это все нормально? Потому что действительно многие родители думают, «Боже мой, что это такое? Может быть, он нервно перевозбужден у меня, может быть, что-то не так, может быть, ромашечки ему попить». Ну, кстати, слушайте, у нас вообще бывают такие гипервозбудимые, гиперзаботливые родители. Это проблема родителей, а не детей часто, да, когда они чересчур обращают внимание, что с ребенком. Кстати, еще интересно. Вот в РЭМ-сне у нас, у детей особенно, еще не полностью созрел так называемый нейрохимический блок. Что это такое? Вот у нас мозг активно работает, потому что ему снится сон. Он дает команды бежать, сражаться. Но команды не проходят на организм. Вот у нормального человека, у взрослого, да? А у детей, у животных вот этот механизм еще не полностью созрел. И часть команд проходит. И ребенок начинает гримасничать, показывать язык, открывать глазки, иногда шевелить ручками. Ну, за животными интересно, за щенками наблюдать, как они тоже там лапками скрибут, там скулят и так далее, и так далее. И родители говорят, о, мой ребенок, он во сне болеет. Это он просто сны и видит. Таким образом, он такой некий, ну, некую активность проявляет во сне. Это абсолютно нормальный вариант развития. Просто у кого-то это быстрее происходит, и ребенок уже, ну, грубо говоря, не реагирует какой-то двигательной активностью на свои сны. А какой-то ребеночек еще реагирует, гримасничает язык, показывает или даже что-то там формочет. Ничего страшного, это просто вариант развития. А почему некоторые люди говорят, что они видят цветные сны, а кто-то говорит, что видят только черно-белые сны? И правда ли, что те, кто видят цветные сны, у них там высший творческий потенциал, они способны рождать какие-то необычные идеи и так далее? Ну, это тоже из серии мифов, в общем-то, да? Но есть некая зависимость от того, что более высокоинтеллектуальные люди или даже более творческих, скажем так, наклонностей или профессий, им чаще снятся цветные сны. Хотя я хочу сказать, ровно такая же есть статистика, что за ядлым курильщикам тоже снятся чаще цветные сны. Но я не думаю, что это вот они такие люди творческих профессий, эти курильщики, да? Поэтому тут нет какой-то четкой зависимости на самом деле. И более того, уж точно нет зависимости, как раньше говорили, что яркие цветные сны – это путь к шизофрении, ну или что-то рядышком, да? Абсолютно нет. И вот если вам как-то генетически заложилось, что вы видите цветные сны, да радуйтесь, наслаждайтесь и прекрасно себя чувствуйте. Ну, видите, черно-белые, ну что ж, ничего страшного в этом нет. Просто некая особенность организма до конца еще не совсем понята, если так можно выразиться. Опять же, мы же не можем записать сон, и мы не понимаем, он на самом деле черно-белый или цветной. И этот мозг просто человека так может воспринимать. Но это никак не влияет ни на физическое, ни на психическое развитие человека. Просто вот я, например, за собой замечала, и когда обсуждала это с другими людьми, они говорили, что да, у них так тоже часто бывает. Когда устаешь на работе, да, уже почти перед оттуском, сны перестают сниться вообще. Уходишь в оттуск, сначала начинают сниться какие-то такие не очень позитивные черно-белые сны, а потом они цветные, счастливые, замечательные. Может, это эмоциональное состояние просто, ну вот именно утомляемости, мозг как-то это все обрабатывает. Тут тоже, смотрите как, если человек не досыпает, у него становится более глубокий сон, он реже подбуживается среди ночи, как я сказал, а сон запоминается тогда, когда человек проснулся непосредственно в рем-фазе сна. Да, и тогда он запоминает сон. А если это более глубокий, более короткий сон, то иногда человек перестает видеть сны. Но тут, знаете как, я по своему опыту скажу. Вот я, например, люблю 3-4 раза по 5 минут с утра досыпать. То есть, если мне нужно встать, допустим, в 7 утра, я ставлю будильник на без 20, ну не смартфон, и у меня кнопочка такая, я нажимаю и 5 минут еще сплю. За эти 5 минут я успеваю заснуть, увидеть продолжение сновидения, какое-то приключение, опять меня будильник подбуживает, я опять засыпаю, опять вижу продолжение. Но я хорошо помню вот эти утренние сны, потому что меня будит будильник. Да, и в этом смысле еще раз, если человек более-менее хорошо отсыпается, у него больше становится пробуждение, и сон становится немножко более поверхностный. Чаще человек просыпается и в РМ-фазе сна тоже, и больше видит сну. Как вы относитесь к дневному сну? Здесь, опять же, надо понимать, мы про какой возраст говорим. Если мы говорим про только родившихся, у них вообще все очень просто. Они 90 минут бодрствуют, да, потом там час спят, ну только, или там 2 часа спят. То есть здесь такая циклический сон-бодрствование. Где-то уже к 5-6-7 годам четко формирование, вернее, до 7 лет приблизительно еще сохраняется дневной сон. Да, то есть уже сон делится на 2 части, до ночной сон и дневной сон. А где-то с 7 лет уже и дневной сон может уходить у человека. То есть если это ребенок, ну где-нибудь до 7 лет, то это в какой-то степени положено так, вот ему просто по развитию своему днем, допустим, спать. Если же мы говорим про взрослого человека, да, у нас после обеда часто происходит такой провал активности. И если мы не работаем, мы можем отдохнуть, то можно какое-то количество времени поотдыхать и даже поспать. Но здесь есть несколько правил. Первое правило, что если вы поспали днем, и это нарушило вечернее засыпание и ночной сон, то лучше дневной сон исключить. Если это никак не нарушает вечернее засыпание и потом, наоборот, дает вам некую дополнительную бодрость на вторую половину дня, то, пожалуйста, можете поспать днем. Но здесь тоже. А. Желательно, чтобы не больше было 30, максимум 45 минут. Потому что мы не должны входить в полный цикл сна с глубоким сном. Во-первых, просыпаться может быть тяжело от глубокого сна. Мы будем такие не совсем собранные, долго будем приходить в себя. А во-вторых, если мы полный цикл, тот же 90-минутный, проспали днем, то нужно потом выбросить из ночного сна. Да, и... А то мы хотим и днем там часика-полтора поспать, а потом и ночью 8 часов свои поспать. А нет. Нам придется эти полтора часа выбросить из ночного сна и спать 6 с половиной. И следующее, сон должен закончиться не позже, чем в идеале за 8 часов до предполагаемого вечернего отхода ко сну. То есть, если вы ложитесь, допустим, там в 12 ночи, то желательно где-нибудь в 4 часа уже дня проснуться. Тогда меньше вероятность, что это нарушит наше ночное засыпание. А что еще могу сказать, что даже 5-10-минутный сон или даже дрема, когда вы просто посидели с закрытыми глазами и даже по ощущениям, как будто бы и не заснули, все равно чаще всего бывает первая стадия сна, и это тоже освежать может на вторую половину дня. То есть, если вам комфортно, если это не нарушает вечернее засыпание, пожалуйста, коротенький сон, ну или до 45 минут можно доводить его, но смотреть, опять же, чтобы не нарушило вечернее засыпание и ночной сон. Леонардо да Винчи, говорят, спал не как все нормальные люди, ложился вечером, вставал утром, а спал совсем мало и делал это так. 45 минут бодрствовал, 15 минут спал. Или даже того меньше. Возможен такой вот рваный сон? Или это скорее сказки, и такого быть не может, и так высыпаться нельзя? Ну, это такой общеупотребительный миф. Да, это кто-то о ком-то сказал, что кто-то еще сказал, кто-то сказал, что Леонардо да Винчи так спал. Никто после него, как-то особенно в современном мире, не подтвердил личным опытом или какими-то исследованиями, что это качественный будет сон. Поэтому мне кажется, что это больше сказка, чем реальная история. И, в общем-то, вот таким сном невозможно нормально выспаться. Я вообще скажу, что у нас с давних пор, особенно когда у нас цивилизация последние столетия, и даже последние, может быть, десятилетия, она стремится к тому, чтобы меньше-меньше-меньше спать. И часто ко мне приходят пациенты, ну, там, или просто люди, говорят, доктор, вот вы мне объясните, как мне меньше спать? Это невозможно. Вот если вам природой заложилось, что вам 7 часов нужно спать, или 6, или 9, невозможно поменять глобально длительность сна. Да, вы можете какую-то ночь не доспать, или даже несколько ночей не доспать, но в среднем за месяц вы будете суммарно спать одно и то же время. В какие-то дни вы не доспите, в какие-то дни вы все равно должны вернуть долг, ну, как кредит в банке, да, вернуть, да еще с процентами отоспавшись. Своему организму. Да, да, абсолютно. Вы же, опять же, давайте вспомним, зачем нам нужен сон. Сон нам нужен для того, чтобы не просто ничего не делать, а мозг в это время восстанавливает работоспособность организма. Если мы начнем спать меньше, чем мозгу будет необходимо для того, чтобы восстановить работоспособность, через какое-то время мы станем вообще недееспособны, но если человек реально лишать сна, то есть через трое суток он становится недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы, он не может разговаривать, он не может принимать пищу, он не может просто ровно идти, да, его шатать будет из стороны в сторону. Через пять суток начинаются галлюцинации, и он уже не понимает, где, как находится. Через семь суток забывает, как его звать. То есть вот что такое лишение сна. Я уж не говорю про то, что могут обостриться куча болезней, но если человек здоров, он еще может это перенести, а так это может гипертония быть, проблемы со щитовидной железой, с кишечником, ну, много-много всего. Иммунитет падает, да, то есть это в конце концов, еще раз, если мы просто лишаем сна, в конце концов, любой млекопитающее умирает. И в этом смысле мы обязаны свою норму сна добирать, если мы хотим хорошо жить. Но, знаете, как сказал как-то Эйнштейн, да, я сплю треть жизни и не самую худшую. Вот просто это должна быть наша треть, которой мы должны радоваться и наслаждаться, и чувствовать, что это просто вот наша жизнь, а не то, что мы хотим больше работать и меньше спать. А если кто-то жалеет о том, что он много спит, надо просто понимать, что это наше же вложение, наша же работоспособность. Абсолютно согласен. Я более того скажу, что все те люди, с которыми мне приходится сталкиваться, которые пытались уменьшить количество сна, в итоге приводят к тревожным, депрессивным состояниям, каким-то проблемам со здоровьем, и они теряют в итоге гораздо больше, уже потом леча какие-нибудь болезни, чем то, чтобы они там лишний час-два поспали, хорошо себя чувствовали и были здоровыми, активными, работоспособными. От сезона может зависеть количество сна? То есть, может так быть, что зимой нам хочется побольше поспать, летом меньше? Или от погоды, например, потому что иногда бывает такая погода, что мы говорим, ой, прямо в сон клонит. Конечно, у нас могут быть различные, ну, скажем, отклонения от средней величины. Еще раз мы говорили, помните, что если человек активно физической нагрузкой нагружается или тренируется, да, потребность во сне может увеличиться, потому что, ну, банально организму нужно больше времени мозгу, чтобы восстановить работоспособность организма. Если мы нервничаем, то наоборот, может потребность во сне уменьшиться, но потому что мозг будет чересчур возбужден и просто не сможет заснуть в эту конкретную ночь или несколько ночей. С другой стороны, если наоборот, такая сырость, солнца нет, мелатонин начинает в организме продуцироваться, человеку заняться нечем, ну, хочется прилечь, отдохнуть и поспать. То есть здесь, да, в какой-то степени, конечно, внешняя обстановка и она влияет на уровень нашей активности и желание там пободрствовать, поактивничать или поспать. Но еще раз говорю, что в целом, в среднем, длительность сна очень стабильный параметр. И более того, я скажу, что есть даже такая фатальная семейная инсомния, не надо бояться, это всего 50 семей и в основном, по-моему, из Италии на весь мир описаны, когда действительно повреждаются центры мозга, ну, непонятно, как они повреждаются, но они умирают, грубо говоря, да, и человек перестает спать, и он просто банально через какое-то время умирает. Ну, или когда, допустим, происходит инсульт и повреждаются тоже центры мозга, и человек не может спать. Это стопроцентная смертность. Никто без сна не выживает. И в этом смысле, если мы просто сокращаем себе сон, то фактически мы сокращаем себе нормальную жизнь. И вообще, человек – это единственное существо в мире, которое сознательно ограничивает сон. Ни одно другое живое существо сознательно сон не ограничивает. А вот, кстати, если говорить о животных, почему они вот относительно продолжительности дня спят больше, чем люди? Очень по-разному бывает. До сих пор не совсем понятно, почему разные животные по-разному спят. Вы знаете, сколько спит царь природы лев? Наверное, как домашний кот 16 часов, а то и 18. Да, представляете? Ну, и я скажу, вот тут разные очень есть, разные-разные длительности, но почему-то семейства кошачьих, вот они очень долго спят. и, ну, при этом они прекрасно живут, и все равно царем зверей лев является, хотя и так долго спит. Прекрасные охотники, те же самые кошки, да? Хотя, казалось бы, лежебойки. Да. Ну, что же, мы с вами много уже говорим о сне, и, наверное, пора перейти к теме гигиены сна, о том, как правильно устроить свое место отдыха, от которого зависит наша продуктивность при бодрствовании. Что же самое главное, когда мы спим? Здесь есть такое хорошее выражение, что было первое, яйцо или курица. Да, и здесь, с одной стороны, для того, чтобы мы хорошо поспали, мы хорошо должны прожить день, а с другой стороны, чтобы мы хорошо прожили день, мы должны хорошо поспать. И я, может быть, дам... Замкнутый круг. Да, абсолютно. Такое, ну, фактически одно проистекает из другого. И здесь я, может быть, дам несколько, достаточно, на первый взгляд, банальных, но очень эффективных рекомендаций, которые позволят вам улучшить качество вашего сна. Первое, и об этом мы уже говорили, режим сна. Главное, у нас в организме все процессы текут суточно, циркадно, связанные с временем сна и бодрствования. И желательно соблюдать очень четкий режим сна. В идеале, вообще, ложиться и вставать, по возможности, в одно и то же время. И организм подстроит все наши процессы, и процессы засыпания, и продукции мелатонина. Как я говорил, не важно, что вы ложитесь в 10, в том, часов вечера, или в час ночи. Главное, чтобы это был более стабильный режим. И организм подстроит продукцию мелатонина. Если вы будете ложиться в час ночи, он начнет это не в 9 вечера, а в 11 вечера. С пробуждением аналогичная ситуация. Попробуйте вставать две недели в одно и то же время. И я вам скажу, что вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника с ощущением, что вы очень хорошо выспались. Потому что организм подстроит все ваши циклы сна под это пробуждение. То есть вы проснетесь ровно после РЭМ сна, после сновидения, да, хорошо выспавшись, отдохнув и даже, может быть, помня, что вам такое сладенькое с утра приснилось. Первое, соответственно, режим сна. Второе, регулярная аэробная физическая нагрузка. Что такое аэробная? Это грузятся большие группы мышц. Бег, плавание, велоэргомет, шейпинг, активные игровые виды спорта. Ну, то есть то, что достаточно сильно нагружает ваш организм, но вы по-хорошему устали, вспотели после этой нагрузки. Почему так? У нас, может быть, начну немножко издалека, не было проблем, пока не было абстрактового мышления. Была так называемая первая сигнальная система, которая реагировала в ответ на внешний стимул. Ну, допустим, какой-нибудь там доисторический человек, а рядом мамонт пробежал. В ответ на внешний стимул выделялись стрессовые гормоны, адреналин, норадреналин, и развивалась так называемая стартовая реакция. То есть поднималось давление, учащалось дыхание, учащался пульс. Ну, человек готов был действовать. Догоняй, убегай, борись. И потом выделившиеся стрессовые гормоны разрушались с работой мышц. И на этом стартовая реакция заканчивалась. А что сейчас происходит? Вместо мамонта пришел начальник и вас отругал. А вы вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаетесь. А гормоны-то выделились, стрессовая реакция запустилась, а мышечной работы никакой нет. И это уже не стартовая реакция, это стрессовая реакция. И регулярная физическая нагрузка очень хорошо переваривает стрессовые гормоны. Это лучшее противотревожное антидепрессивное и успокаивающее средство, сравнимое по своей эффективности с современными танквилизаторами, антидепрессантами и даже нейролептиками. Но она должна иметь определенные параметры. Первое, больше половины дней в неделю, четыре. То есть у нее нет запаса, не то, что вы пошли там четыре часа позанимались и вам на неделю хватило. Да, она может быть не очень длинной, в идеале где-то от 45 минут до часа, но чтобы еще раз говорю, чтобы вы почувствовали, что это достаточный уровень физической нагрузки для вас, но у каждого немножко свой, чтобы вы почувствовали, что устали, вспотели, что это серьезная нагрузка была. И это будет очень хорошим противострессовым средством. Мозг успокаивается, перевариваются стрессовые гормоны и человек гораздо легче засыпает. Еще Бенджамин Франклин сказал, что усталость это лучшая подушка. Вот почему у нас в армии, которые люди спят по режиму и многое физически работают, у них не бывает бессонница. Это второе. Третье. Мы потребляем огромное количество стимулирующих препаратов. Чай, кофе, тоники всевозможные, какие-то энергетики и так далее. Причем порой не замечая абсолютно. С утра чайок, кофеек, переговорчики, разговорчики, а потом человек говорит, да, вообще 6-7-8 чашек чая кофе за день выпиваю. А кофеин два отрицательных момента. Первое, это непосредственное действие кофеина, и как я сказал, он действует до 6, а у пожилых или кофеинчувствительных людей до 8 часов. А второе, он повышает возбудимость нервной системы, и человек больше подвержен стрессу. Может быть, уже непосредственное действие кофеина и закончится, но просто человек будет больше волноваться, больше будет активно реагировать на какие-то стрессы, больше к вечеру нервная система будет возбуждена, и человек не сможет заснуть, ну, просто потому, что в течение дня потреблял кофеин. Если есть какие-то проблемы с засыпанием, по крайней мере, за 8 часов нужно убрать все кофеинсодержащее. А если у вас серьезные проблемы с засыпанием, вообще уберите все кофеинсодержащее из диеты хотя бы на 3-4 недели и посмотрите, что у вас будет в засыпании. И я скажу, в подавляющем большинстве случаев засыпание улучшится. Но это что касается взрослых. А вот, например, чай детям. Ну, как бы кофе дети в принципе не пьют, хотя в подростковом возрасте уже и энергетики, и кофе все, все, да, кофе с собой и так далее, да? В 4-5 лет уже пьют кофе. Мне родители такого рассказывают, что их дети пьют. Ну, когда там... Как бы какие напитки не вызывают у детей нарушение сна? Вот на какие лучше обратить внимание в таком случае? Смотрите, во-первых, есть чаи, не содержащие чайного листа. То есть брусничные, земляничные, цикорий и так далее, и так далее. Пожалуйста, любые такие напитки, которые не содержат чайного листа. Морсики, компотики, просто чистая вода. То есть, чем дольше вы будете оберегать ваших чад от кофеина и энергетиков, тем лучше будет у них нервная система стабильная и лучше они будут спать. То есть, вот такая основная рекомендация. А эти же дети еще в огромном количестве шоколад употребляют, а шоколад, полплитки шоколада, это как хорошо заваренная чашка кофе. То есть, шоколад тоже содержит кофеин и, собственно говоря, тоже нужно ограничивать его потребление. То есть, в этом смысле желательно бы детей с их лобильной нервной системой оберегать от кофеин содержащих продуктов. То есть, традиционный раньше стаканчик молока, например, с маленьким печеницем, это намного полезнее и здоровее перед сном. Да, абсолютно точно. Ну, или там кефирчик какой-нибудь, чем какой-нибудь, ну, слава богу, надеюсь, родители особо не поят. Как правило, это дети сами просто где-нибудь набирают банку, там, коки какой-нибудь, да, и потом родители думают, что ж ребенок-то застут не может, это он взял и употребил чуть ли не 50 миллиграмм в этой банке кофеина, да, понятное дело, что нервная система не удаст ему застут. Каждый родитель желает знать. На этом на сегодня все. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Продолжим завтра беседу с нашим экспертом Романом Бузуновым, президентом Российского общества сомнологов, профессором, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации. Если у вас есть вопросы, вы можете оставлять их на страничке нашей программы на сайте Детского радио. С вами была Елена Самойлова. Прощаемся до завтра. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова